Сегодня в Харькове и Сумах состоялись похороны жертв кровавой аварии на улице Сумской. Напомню, 18 октября Алюна Зайцева, дочь харьковского бизнесмена на Лексусе, влетела в толпу людей. Погибли пять человек, шестеро в больницах. В Солоницевке прощались с погибшими Алла и Анастасия Сокол. Мать и дочь похоронили в одной могиле. Отец семьи, Владимир Янчук, умер в 2014-м после ранения в зоне АТО. А в Сумах в последний путь провели 27-летнего Александра Евтеева. Он был единственным ребенком в семье. Учился, а потом остался работать в Харькове. Там же этим летом женился. В момент наезда он был вместе с женой и ее сестрой. Девушки остались живы, но до сих пор в тяжелом состоянии. Они только недавно съездили в Медовый месяц, вернулись. То есть только семья образовалась. Такое горе в семье. Всегда был душа компании, очень веселый, светлый, жизнерадостный. Всегда от него плохого слова не услышишь. Просто очень светлый человек был. Паша еще держится, батька. А мать черного, но как тень. Ей вообще не видно. Жена погибшего Александра Евтеева Оксана пришла в сознание. Ее сестра по-прежнему в коме. Врачи пока не дают никаких прогнозов. 30-летняя беременная женщина до сих пор находится в состоянии медикаментозного сна. Еще одного пострадавшего прооперировали. А вот виновница ДТП Алене Зайцевой изменят статью из-за того, что в крови девушки обнаружили опиаты. Это отягчающие обстоятельства сообщили сегодня на брифинге в Управлении нацполиции Харьковской области. В документе укажут, что Зайцева находилась в состоянии наркотического опьянения. Были ли это наркотики в чистом виде или же вещества содержались в лекарствах, которые могла принимать девушка в полиции, пока не говорят. Кроме этого, у следствия есть вопросы к дорожным службам. Непонятно, почему не было стоп-линию светофора, где произошло ДТП. Также правоохранители проверяют версию о гонках, в которых могла принимать участие Зайцева. Устанавливают и роль водителя Туарега. Следователи продолжают изучать информацию, которая у них имеется с камеры видеонаблюдения. Мы анализируем это все. Уже призначены экспертизы, которые четко дадут соответствующие результаты и возможность окончательно принять решение о подозрении всех участников этого события. Никто не будет никого покрывать.